Сегодня инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник. Необходимость в транспортировке и охране денежных средств возникла одновременно с появлением ценностей. Более 70 лет инкассаторы выполняют важную и полезную работу для государственных и частных предприятий. Что удалось узнать о работе инкассаторов в нашей съемочной группе? Смотрите далее. Уровень профессиональной и физической подготовки чувашских инкассаторов, плюс регулярное внедрение новейших технологий защиты банковских ценностей – залог высокого качества инкассаторских услуг. На сегодняшний день в подразделении 49 бронированных спецавтомобилей. Система мониторинга спецавтотранспорта, а также видеорегистраторы и видеокамеры позволяют водителю-инкассатору контролировать обстановку как внутри спецавтомобиля, так и далеко за его пределами. Денежную наличность переносит и перевозит в спецконтейнерах. По словам специалистов службы, купюры внутри чемоданчика во время ограбления автоматически окрашиваются спецсоставом и становятся непригодными для использования. Увидеть это нельзя, но поверьте на слово. Структура управления инкассацией Чувашского отделения Сбербанка России расположена в четырех городах Чувашии. Штатная численность составляет 175 человек. Для поддержания своего физического состояния инкассаторы регулярно занимаются рукопашным боем, плаванием, а также пулевой стрельбой. Занятия по физической подготовке у нас проводятся на регулярной основе. Сдаются нормативы по физической подготовке ежегодно. Ежеквартально проводятся занятия по физической подготовке к спортзалах. Ну и сами инкассаторы уже самостоятельно занимаются в тренажерном зале. У нас здесь большой бассейн, который используется как раз в нерабочее личное время инкассаторов. Так что физически они развиты. Работа инкассатора тяжела не только морально, но и физически. Все желающие смогли убедиться в этом примере в бронежилет и одновременно поддержав в руках 9-килограммовый спецконтейнер. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.